Северное лето, пора отпусков. Жители Ненецкого округа, отправляясь на Большую Землю, выбирают один из двух способов для выезда из региона. Один из них – переправа на пароме, что более выгодно по сравнению с авиаперелетом. Василий Хатанзейский продолжит тему. Василий Леонидович, добрый день. Добрый день. Ты путевую не брал? Свежую. Перед каждым выходом на воду Евгений Югенцев совершает своеобразный ритуал, проверяя уровень воды по своему маршруту. Уже более 45 лет он работает в судоходной навигации. Профессиональный путь Евгения начался еще в 1976 году. После окончания училища он начал работу на судне в Вологде. В 1972-м поступил я в речное, в 1976-м закончил. Приехал вторым-вторым, второй штурман после училища. Работал в Вологде. Постоянно. Но где-то в 2007 году пришлось уволиться, потому что пароходство ликвидировалось, Суханская речная. После увольнения Евгений и решил приехать на Ненецкую землю. Начинал выходить в море за полярным кругом на пароходе СТ-9. После пришлось переехать в Архангельск, где он дорабатывал до пенсии. После решил вернуться обратно в Ненецкий округ. Навигация за полярным кругом не так уж и сильно отличается от судоходства на реках в центральной полосе России. Больших-то особенностей не наблюдается. Просто здесь навигация бывает покороче, быстрее замерзает. Ну а там вот на Волге работали, когда ходили у себя. Там навигация подлиннее. Там и 8 месяцев мы работали. Навигации были. Бывало, в декабре заканчивали, в марте начинали. Ну а здесь что, здесь постоянная работа по расписанию. Вот так вот, работая по расписанию уже седьмую навигацию, Евгений доставляет местных жителей на большую землю. В основном работа идет в период отпусков с июня по сентябрь. В комфортных условиях и соблюдением всех мер безопасности жители округа могут отправиться в маленькое путешествие на большую землю. На протяжении двух суток для всех пассажиров предоставляют все для благоприятного переезда. Каюты все. Сейчас в этом году был ремонт для пассажиров. Все сделано. Условия, значит, белье одноразовое выдают повара у нас. Девчата занимаются этим. Ну, распределяют по местам, естественно. После каждого похода до большой земли все каюты проходят дезинфекцию. В связи с тем, что сейчас коронавирус, обработка идет чаще, тщательней намного, чем было раньше. Но и все-таки все равно у нас повешены все антисептические средства. Путешествие на борже достаточно выгодно для пассажиров, которые едут вместе с машиной. Цена места в каюте – 700 рублей. Цена на перевозку автомобиля уже зависит от габаритов. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Антон Бодряков. Телеканал Север.